Здравствуйте! В эфире программа «Время жить». Это время обсудить самые интересные новости в области здоровья, красоты, спорта и медицины. Смотрите сегодня. Лечебное плавание. Все за и против. Коллаген. Есть, колоть или мазать. Компьютерный зрительный синдром. Как его лечить? Неправильный образ жизни. Вынужденное или добровольное длительное сидение в неудобной позе за компьютером, неправильно организованное по высоте рабочее место, скрюченное положение во время сна, приводит к различным нарушениям в работе человеческого организма. Но больше других достается позвоночнику. Как ему помочь? Расскажем дальше. Испортить свою осанку любой человек может довольно быстро. Особенно, когда от накопленной усталости он перестает обращать внимание на то, как он сидит, в каком положении находится его спина, плечи. На исправление ситуации, как правило, требуется достаточно длительное время. И здесь лечебное плавание приходит на помощь. Мы все благодарны Архимеду, который еще давным-давно сказал, что при погружении тела в воду разница вот этого вот объема вытесненной воды и массы тела как раз показывает наше состояние в воде. Если, например, грубо говоря, я вешу около 100 килограмм, то в воде вы меня совершенно спокойно можете взять на руки. Я буду везти около 7 килограмм. Поэтому один из видов профилактики нарушения осанки или какие-то заболевания, например, сколиотическая болезнь, ранний ювенильный остеохондроз детей, в том числе взрослых, для них показано, конечно, лечебное плавание. Потому что одним из преимуществ лечебного плавания является состояние невесомости, в котором мы пребываем. То есть вот я с таким минимальным весом даю при плавании нагрузку на 70-80% мышц. Примерно такую же нагрузку на мышцы дают только занятия классическими беговыми лыжами. Лечебное плавание снимает нагрузку с крупных суставов. Они работают с максимальной амплитудой. Начинает вырабатываться синвиальная жидкость. Именно благодаря ей наши суставы не скрипят. Она обеспечивает их скольжение даже при значительных физических нагрузках. При плавании эта жидкость производится и в суставах позвоночника. В том числе у нас идет так называемая декомпрессия. То есть диски, которые нагружались в течение всего дня тем столбом, который еще давил на Остапа Бендера, помните, наверное, в фильме, да? Они имеют способность к расширению и частичному восстановлению. Поэтому если взять человека до плавания, допустим, и после плавания, мы можем отметить то, что человек за счет расправления дисков, он как бы немножко подрастает. Ну вот это в основном то, что происходит при плавании с теми людьми, которые страдают заболеваниями позвоночника. Лечебное плавание включает разнообразные комплексы специальных физических и плавательных упражнений. Использование различных стилей плавания и их элементов. Так, основным стилем для лечения сколиоза является брас на груди с удлиненной паузой скольжения, во время которой происходит максимальное вытяжение позвоночника. Такие стили, как кроль, бутерфляй и дельфин в чистом виде для лечения позвоночника обычно не применяются, но отдельные их элементы иногда используются. Я еще сразу хочу отметить, что стили плавания, они разные. Вот, поэтому мы у себя стараемся все-таки применять обычный классический стиль брасом. То есть, брас руками или одновременно идет с брасом ногами или кроль ногами. Такой вид как бы симметричного плавания, он наиболее адекватен при заболеваниях позвоночника. Потому что в любом случае при болезнях позвоночника у нас является так называемый мышечный дефанс или различная степень напряжения мышц в спине. Вот, данный стиль, он как бы способствует тому, чтобы напряжение мышц, оно уравновешивалось. Известно, что одно из самых распространенных среди детей взрослых заболеваний – это сколиоз или иначе нарушение осанки, искривление позвоночника. Лечебное плавание – прекрасное средство для профилактики сколиоза и лекарства в борьбе с ним. Однако здесь нужно помнить о следующем. Если останавливаться на нашей проблеме, на проблеме сколиоза, то само плавание, оно показано не всем лицам, страдающим, допустим, сколиотической болезнью. В какие-то моменты врач определяет, показан этот вид процедуры данному пациенту или не показан. Врачи напоминают, что очень осторожно нужно назначать плавание людям, страдающим остеопорозом. Неважно, это в результате каких-то внутренних, допустим, эндокринных заболеваний или в результате уже возрастного остеопороза. Здесь можно говорить о том, что плавание не несет той осевой нагрузки, поскольку мы уже говорили, что мы находимся в состоянии невесомости, той осевой нагрузки для формирования мышечного скелета. И если такие люди думают, что им поставлен, допустим, диагноз остеопороз, и они будут заниматься плаванием, то данное заболевание как бы будет корректироваться. К сожалению, нет. Всем остальным врачи рекомендуют заниматься плаванием 2-3 раза в неделю, ведь оно задействует многие системы в организме, которые стоят на страже нашего здоровья. Бассейн же, по мнению докторов, лучше выбирать со смешанной технологией очистки воды. Наше лицо – это наша визитная карточка. Но что сделать, чтобы кожа стала упругой и свежей? В последнее время ученые очень много говорят о коллагене. Кто-то его настойчиво рекомендует, а кто-то наоборот, категорически против процедур, связанных с ним. Так кто же прав? Коллаген – это один из структурных белков кожи. Сравнить его можно, пожалуй, с пружинками внутри матраса. Примерно так выглядит коллагеновый каркас кожи, который он образует вместе с другим белком – эластином. Сотни трехмерных спиралей заплетены в надежные прочные волокна, как в косичку. С возрастом эта тугая косичка раскручивается. Спиральки становятся жесткими и хрупкими. Коллаген – это такая структура, которой очень много в организме. Из нее состоят и хрящи, из коллагена состоят, ну и в том числе и в коже, раз у нас речь о ней, значительное количество коллагена. Но дело в том, что с возрастом его продукция, этого коллагена, она уменьшается. Уменьшается как бы та каркасность, которая создается в более молодом возрасте предыдущего вот этого коллагена. Кожа постепенно лишается опоры, истончается, теряет тонус и упругость, покрывается морщинками. Реклама говорит, что в борьбе с этой бедой помогут специальные кремы, содержащие коллаген. Много есть средств сейчас. Да, есть средства в виде кремов с коллагеном. Ну, это, в принципе, эффективность, как в том плане, коллагена нулевая. Эффективность этих средств будет состоять в том, что они будут обладать увлажняющим действием, улучшающим состоянием кожи, но никак не улучшающим функцию коллагеногенеза. Почему же далеко не все кремы способны помочь восстановить коллаген нашей кожи? Дело в том, что втереть его нельзя, так как молекулы этого белка сравнительно велики и просто не могут проникнуть через эпидермальный барьер вглубь кожи. Другое дело инъекции. Они доставляют коллаген строго по назначению. Правда, и с ними не все просто. А коллаген на самом деле три вида. Это коллаген животного происхождения, морского происхождения и растительного происхождения. Коллаген животного происхождения вызывает очень серьезные аллергические реакции, потому что вырабатывается из кожи крупного рогатого скота. Ровно так же, как и коллаген морской тоже вырабатывается из кожи рыб. Но дело в том, что затраты на выработку морского коллагена в значительной степени больше, нежели чем животного коллагена. Но несмотря на это, аллергические реакции возможны очень и очень серьезно, вплоть до анофилоксии. Не зря, видимо, ко многим препаратам, содержащим коллаген, делают специальный тест-система для проведения пробы на аллергическую реакцию. Многие зарубежные авторы относятся к этому двояко. Иногда сейчас считается как, что если вы провели аллергическую пробу, где вам гарантия, что в этот момент уже не произошла наработка антител на этот антигенный белок, на эту структуру? А в последующем, то есть все было хорошо, а при введении инъекций будет аллергическая реакция. Так тоже бывает. Сегодня коллаген входит в состав многих витаминных комплексов и пищевых добавок. Популярность приобретают и блюда с коллагеном. Эксперты к этой идее относятся скептически. Наш организм плохо усваивает коллаген из пищи из-за крупного размера его молекул. Вреда от такой еды нет, но и пользы пока не доказано. Откуда же тогда взять этот полезный белок? Считается, что большое употребление овощей всегда полезно и очень полезно употреблять в пищу все продукты, которые содержат большое количество витамина С. Считается, что именно витамин С участвует значительно как-то в синтезе коллагена. То есть это очень полезно. Другое название этого витамина – аскорбиновая кислота. Она стимулирует рост, участвует в процессах тканевого дыхания, обмене аминокислот, способствует усвоению углеводов. Большое количество витамина С содержит черная смородина, цитрусовые, шпинат и антоновские яблоки. Мы стремимся к комфорту, украшая свою жизнь модными и удобными вещами. Только вот не всегда эти блага науки и техники идут на пользу для здоровья. Так компьютер, у которого мы так любим, нередко засиживаться, может спровоцировать развитие такого неприятного недуга, как сухость глаз. Рейси, боль, покраснение глаз, быстрая утомляемость – все это явные признаки так называемого дисплейного синдрома. Обычно причина его возникновения – длительное нахождение перед экраном монитора. При длительном наблюдении монитора количество моргательных движений существенно уменьшается. В норме 20-30 минут, а здесь заметно меньше. Это приводит к нарушению слезной пленки, которая покрывает роговицу, и в связи с этим развитие покраснений глаз, дискомфорта, ощущения песка в глазах, иногда снижения зрения. То есть, зная это, вы можете предположить какие-то причины. А, как правило, такие пациенты жалуются на дискомфорт, сухость глаз, как ни парадоксально, на обильные слезы течения при некоторых обстоятельствах. Компенсаторный организм вырабатывает большее количество слезы. При обследовании пациентов с синдромом сухого глаза иногда применяется так называемый тест Ширмера. Он проводится с использованием специальных полосок, которые показывают степень смачивания слезой. Включение компьютерного синдрома включает в себя применение либрикантов – это препараты, улучшающих трофику роговицы и компенсирующих слезную жидкость, а также применение препаратов, которые снимают покраснение глаз, в том числе и сосудосуживающих препаратов, которые в аптеке сейчас широко представлены. Вопрос возникает в другом, что стоит ли постоянно пользоваться этим препаратом расы и всегда ли корректно пользоваться ими без совета врача. Когда глаза краснеют и болят, многие действительно нередко используют специальные сосудосужающие капли или применяют такой народный рецепт, как протирание глаз ваткой, смоченной в чай. Однако это далеко не всегда помогает. Резь в глазах и покраснение могут свидетельствовать не о синдроме сухого глаза, а о конъюнктивите. Воспаление слизистой оболочки глаза, по своим причинам, он бывает весьма полиэтилогичным, то есть от различных причин. Но чаще встречается бактериальный и вирусный клюнктивит. Механизмы заражения примерно одинаковых в этих двух инфекций. Это контакт на бытовой, через грязные руки, предметы личной гигиены, или как следствие воспалительных заболеваний рядом расположенных областей, в частности заболевания лорорганов, лица. Клюнктивит сопровождается дискомфортом глаз, покраснением слизистой оболочки и в той или иной степени выраженным отделяемым. То есть по утрам ресницы мало склеиваются, веки отекают, а с конъюнктивальной полостью может быть вновлено или слизистая отделяемая. Как правило, конъюнктивит на остроте зрения не сказывается, но один из видов может привести к его снижению. Особняком стоит аденовирусный конъюнктивит. Это очень злостное, очень вирулентное и заразное заболевание, которое часто протекает в виде эпидемии или вспышек. В Рязанской области периодически бывают такие вспышки. Последняя была 2-3 года назад. И сопровождается очень выраженной клинической картиной, покраснение глаз. И при этом конъюнктивит может развиваться снижение зрения за счет поражения роговицы. Аденовирусный конъюнктивит длится очень долго, до нескольких недель. И после себя может оставлять помутнение роговицы. Лечение обычно заключается в применении антибиотиков и противовирусных препаратов. Основная профилактика аденовирусного конъюнктивита – соблюдение основных правил егиены. При заболевании врачи советуют уменьшить контакт со своими близкими и коллегами по работе и обеспечить адекватное медикаментозное лечение. Что остается добавить? Все мы грамотные, и когда что-то завуалит, знаем, что куда приложить или закапать. Однако самолечение при том же аденовирусном конъюнктивите к добру вряд ли сможет привести. Скорее наоборот. Берегите свое здоровье и вовремя обращайтесь к врачу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова